Ровно год прошел с момента, как Владимир Путин подписал так называемые майские указы. Красноярскому краю президент поставил две экологические задачи. Очистить от мусора Енисея и разработать план по снижению выбросов. Юлия Чупрова проверила, изменилось ли что-то за этот год. Итак, очистка берегов и акватории Енисея значатся первыми в списке экологических задач. Но пока похвастаться нам особо нечем. И таких точек по городу десятки. Где-то в реку бросают строительный мусор. Нередко на Енисеи можно увидеть пятна от нефти. Есть проблемы и чуть меньшего масштаба. Например, насосная станция жилого комплекса «Орбита», которая долго была бесхозной, в морозы вышла из строя, и в Енисеи почти неделю текли сточные воды. Сейчас станцию передали на баланс гордую. Теперь за ней хоть кто-то, но следит. Хотя выглядит все здесь по-прежнему не очень благонадежно. Но сколько еще таких неучтенных бесхозных объектов в Красноярске? Остается только гадать. Очищают Енисеи в основном силами волонтеров. В Красноярске начали проводить аквасубботники. К работам привлекают дайверов. За прошлый год силами активистов с берегов убрали около 40 тонн мусора. Но не эта проблема интересует горожан в первую очередь. Задача номер два от президента – это снижение выбросов в атмосферу. Сегодня в городе достаточно ветрено, еще и прошел дождь, поэтому над Красноярском не видно уже привычной серой дымки. Ну а датчики экологов показывают средний уровень загрязнения по всему городу. Впрочем, официальная статистика убеждает – дышать стало легче. С каждым годом количество дней по черным небам снижается. В Красноярске появилась скорая экологическая помощь. Посты наблюдения переоснастили. Теперь замеры делают оперативнее. А инспекторы ведомства работают круглосуточно. Накануне на дороге города вышли 25 новых высокоэкологичных автобусов. Правда, и старые чадящие маршрутки в Красноярске еще остаются. Еще один итог года – смена руководства в Минэкологии. После провала мусорной реформы пост покинут Владимир Часовитин. Теперь главный по экологии в крае – Павел Корчашкин, бывший мэр Зеленогорска. И задач нового руководства много. До 2024 года, согласно плану, необходимо снести аварийное жилье с печным отоплением. Вокруг Красноярска построить железнодорожное кольцо, закрыть малоэффективные угольные котельные, модернизировать промышленные предприятия и систему мониторинга воздуха. На это нам выделяют почти 70 миллиардов рублей и дают 5 лет. Все для того, чтобы Красноярск больше никогда не возглавил рейтинг самых грязных городов мира. Илья Чупрова, Дмитрий Комаров, 7 канал.